Привет, друзья! Какая у меня танцовщица, а? Ой-ой-ой, а эта, которая играет на гитаре, ну, вообще, какая радость жизни! Потеряли мы её немножко, хотя вот это, не буду называть эти слова, чтобы ютуб мой не заблокировали, но вы сами понимаете, о чём я говорю. А вот смотрите, от чего это происходит. Все там говорят над мирное правительство, над мирное правительство, я долго размышлял, что это такое может быть. Неужели такие умные люди такую штуку глупую придумали, потому что она же их коснётся. Ну, мы же все в одной лодке, земля такая маленькая, интернет, сегодня может массовые коммуникации мгновенно, мгновенно разносить информацию. Вот в этих условиях, когда срабатывает инстинкт самосохранения, когда человек сталкивается с неизвестностью. Вот пришла какая-то неизвестность, и у него сразу напряжение, и что он делает? Это инстинкт самосохранения, оцепенеть, сжаться в комочек, свернуться к калачикам, превратиться в кузов эмбриона, где он был защищён в максимальном комфорте. Правда же, да? Значит, инстинкт самосохранения, оцепенение, бей-беги, застынь. Ну, вот это вот, что вот, отсюда же всё происходит, вся природа процессов. Например, врачи раньше. Что бы ни случилось с человеком, главное, не вреди. Правда же, да? Вот приходят посетить больного в больницу, родственника, ему говорят, только две минуты, пожалуйста. Долго не разговаривайте. Больному нужен покой. Неподвижность. Да, не вреди. Я помню фильм «Всё остаётся людям». Прекрасный фильм. Ну, и там разговаривают физики такие, академики, профессора, всё, их друг, по-моему. Вот я тут ещё не помню, как это всё было. Ну, он пришёл, пришёл проведать больного к своего друга, учёного. А врач говорит, сейчас нельзя, сейчас покой. Больному нужен покой. Потом, ну ладно, две минуты, только смотрите, активно не разговаривать. Ну, короче говоря, изоляция. Ну, то же самое происходит, инстинкт самосохранения. А там, и там, и там, все живые люди. Ну, какое надмирное правительство, по моему мнению. По моему мнению. Если там хоть один нормальный человек есть, ни в коем случае не получилось бы таких вещей, как сейчас всё время говорят. Какие-то небесные радости посылаются. Да их же детей тоже дойдёт. Все же воздухом этим дышим, правда же? Ну как, сами себе, что ли, убийцы? По моему мнению, это массовая истерия. А когда человек сталкивается с неизвестностью, особенно и там, наверху, и все по бокам, и мы, и все вот в этой неизвестности, в напряжении, внушаемость резко растёт. Это называется массовая истерия или плекушество. Ну, те-то, которые наверху, их, что, и команды дают? А эти команды, ну, у них от страша неизвестности. Это им же тоже хочется сжаться в комочек, оцепенеть, свернуться калачиком, быть как в маломам. В животике там пользуем эмбрионам максимальной защитенности. И нас всех к этому призывают. Слушайте, а я помню, интересная такая новелла была. Я очень любил тогда Акутагаву Ронюске, японских авторов, Коба Аба, а ещё был один. У него была такая новелла потрясающая, как там какой-то момент. Это было за много-много лет вот до этого клякушества. Да много-много лет. Там просто по какой-то причине всем говорили, чтобы они носили на носу вот такую штучку, повязочку. Ну, носили, 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 носили. И мужчины, и женщины носили, 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 носили. А потом какой-то день отменили. И вот эту повязочку снял. И такой там уродливый нос. Привыкли же все вот так вот. И такой уродливый нос. как же они раньше могли на этот нос смотреть вы представляете поэтому я рисую картины наслаждайтесь дарю вам радость наслаждайтесь любите творите создавайте мы же человеки врачи правильно говорили не вреди да и вреди но сейчас уже видите человек испытал инфаркт ему на следующий день говорят не как раньше раньше говорили не двигайся а сейчас уже говорят тебе подвигаться надо знание раскрывается кому как можно подойти кому можно двигаться кому нельзя двигаться по шаблону нельзя вот это точно ну ладно друзья поэтому если вы меня спрашиваете как я отношусь к этому так я не хочу чтобы потом когда я это снял чтобы все сказали какой у него кажется нос некрасивый потому что я точно знаю что мы все друзья красивые сохраним себя красивыми вот и мое мнение